Всем привет! Я Алексей Загребельный и вы снова на моем канале. И это очередной бесплатный мастер-класс по созданию кочки. И опять у меня на столе этот тазик. Спросите вы, что? Снова будем пачкать руки? Ну а как же? Сегодняшний рецепт, который я вам расскажу, это рецепт, по которому я создал свои самые-самые-самые первые кочки. Ну, слово кочки у меня было не в ходу. Я называл это крокедамы с аквариумными растениями. В прошлом выпуске я рассказал про рецепт Натальи Романович. Но когда стал вопрос создать в обекусу, кочку, я задумался над тем, нужна ли вообще глина болотным растениям. Ведь по факту они в природе с ним не встречались. Поэтому надо было создать из какого-то нейтрального грунта, подходящего для болотников опять же. Но при этом у меня еще не было на тот момент разработано метода махового стакана. И как-то надо было шар слепить. Вот сегодня я покажу, каким способом я обошел лепку шара. И обошел вопрос с глиной. Глина сегодня будет присутствовать у нас в рецепте. Во-первых, нам понадобится верховой торт. Нам понадобится канулированный грунт для мансея-кадама. Нам понадобится черная глина. И нам понадобится немножко, а может и немножко водички. Для того, чтобы глину замешать. Плюс, соответственно, нитки под цвет. Под цвет с фаблума. Ножнички, пинцетики. Ну и в общем все, что будет под рукой. Сам принцип весьма простой. Нам необходимо сперва сделать некое подобие чаши. В которую в дальнейшем мы уже насыпем макадаму. Чашу мы будем делать из смеси верхового торфа и глины. Насыпаем некоторое количество торфа. Тут уже чисто на глазок. Нам нужно получить субстрат. Весьма насыщенный всевозможными добавками. Но при этом пластичный, из которого мы сможем вылепить чашу. Забыл еще добавить. Один ингредиент. Это вермикулит. Сейчас мы его тоже сюда сыпаем. И будем подмешивать то верховой торф, то вермикулит. До тех пор, пока масса наша будет лепиться. Как только уже почувствуешь, что лепка будет сложной. Необходимо будет прекратить добавку гнутов. Сразу глину добавим. И добавим сейчас вермикулит. Добавляем вермикулит. Вермикулит спученный. Продается в большом количестве цветочных магазинов. Так что проблем найти его не составляет сложности. Сейчас перемешаем. Вермикулит используется в качестве развлеклителя. Чтобы у нас не получилась слишком плотная оболочка. Нашего глиняного стакана. Назовем его так. Все-таки это прототип махового стакана. С него все начиналось. И добавляем воды. Воду льем по чуть-чуть. Постоянно перемешиваю грунт. Ну все, вода с глины схватилась. И начинаем замешивать. Так, еще торфа. И еще вермикулита. Перемешиваем. Так, водички. Главное не упустить тот момент, когда она перестанет лепиться. И будет крошиться. Ну, в принципе, достаточно. Думаю, что стакан нужного размера. Мы из этого всего сможем слепить. Так. Комкуем все в один шар. И вытаскиваем на подложку. Тринак. Убираем. И начинаем создавать подобие чаши. Работа крепотливая. Сразу скажу. Неблагодарная крепотливая работа. Так. Ну вот, в принципе, чаши готовы. Сейчас будем засыпать гранулированный гнут для бонсай Акадаму. Гранулированный гнут для бонсай Акадаму. С овощиком. Садовым. Берите сразу сухую. Не надо ее замачивать. Потому что и так есть риск, что от воды у вас это все дело развалится. Если переувлажните пылит у нас. Но это не страшно. Края тоже получились неровные. Это тоже не страшно. На самом деле верх мы не будем закрывать. Оставим его открытым. И только полностью покроем все сфагнумом. Распределяем. Чтобы зазоров пустых не оставалось. Еще чуть-чуть. Подарим тут лишние края. Которые у нас нависают над грунтом. То есть сам субстрат сверху не прикрытый. Остается ничем. Только сфагнумом потом дальнейшим. Прикрывает всю конструкцию целиком. Так. Вот. Откуда-то тут отлепилось. Прикрепим назад. Так. Теперь. Какие наши действия? Покрываем все сфагнумом, ребят. Так. Сфагнум. Выкладываем. Ну. Так. Тут опять палки. Что-то я перехвалил этот свагнум. В прошлый раз вообще чистенький был такой. Шикарный. Это же какой-то с палочками постоянно, каким-то веточками. Теперь аккуратно переносим. Вот так вот. И начинаем обкладывать полностью со всех сторон, включая верх. Как обычно, создаем шар. Вот мы покрыли нашу почку. И теперь осталось только зафиксировать всю нитью. сфагнумом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...